Девушки отдыхают Спасибо, я ждал этого. Мимо проходит столько людей, но никто не дал мне еды. Спасибо. Я позвоню тебе поди. Ты будешь там вечером, да? Давайте я объясню, что происходит. Я нахожусь в Загребском зоопарке в Хорватии. И они здесь построили специальную клетку для самого опасного вида живых существ. Человека. И это неудивительно, если знать историю бывшей Югославии. В период с 1991 по 2001 год здесь прошло шесть войн. 300 тысяч погибших, 1 миллион переселенных. И все это случилось всего в паре часов на самолете от Парижа или Лондона. Так что приготовьтесь к необычному путешествию по четырем осколкам бывшей Югославии. По четырем новым странам, которые все еще пребывают в шоке от того, что с ними случилось. Впрочем, это произойдет, если меня выпустят отсюда. Помогите. Только не рассказывайте маме, что я на Валканах. Продолжение следует... БОСНИЯ Мы только что въехали в Боснию и Герцеговину. Я чувствую особенную привязанность к этой стране, потому что в прошлой жизни я был французским солдатом и проходил службу в Боснии. Для начала немного истории. Вот как выглядела Югославия, когда входила в состав коммунистического военного блока. А вот что случилось после того, как она развалилась на части в 1992 году. Шесть республик обрели независимость ценой слез и крови. Мое путешествие начинается в Боснии, которая заплатила самую высокую цену за свою независимость. В то время в Боснии жили мусульмане, православные и католики. В 1992 году, когда босниицы объявили о своей независимости, сербы и хорваты встали в оппозицию. За этим последовали кровавые события в Мастаре и Сребренице. Первую остановку я совершаю в Мастаре. Сегодня здесь все намного спокойнее. Вместо танков – туристические автобусы, вместо шлемов ООН – бейсболки, а вместо военной формы – купальные костюмы. Это знаменитый мост, который был разбомблен в годы войны. Теперь он отстроен заново. Он называется «Мост Единения». По замыслу он должен объединить западную часть города, где живут католики-хорваты, и восточную, где живут мусульмане-боснийцы. Это прекрасный символ, но, к сожалению, в реальности все не так просто. Моего знакомого в Мастаре зовут Василин Гаталов. Он один из немногочисленных живущих в городе сербов. Он родился здесь, и с тех пор, как отложил гранатомет, занялся писательством. Ты не очень-то вписываешься в толпу туристов. Ты выглядишь таким большим и крепким парнем. Я серб. Я должен выглядеть агрессивно. Это стереотип, на который люди охотно ведутся. Просто посмотри на меня. Чему ты научился на Первой войне? Уносить ноги, когда она начинается. Из-за всего творящегося безумия, конечно, это была не война, это была кровавая бойня. Расскажи мне немного о городе. Это, возможно, единственный многонациональный город в стране, который они называют Боснией и Герцоговиной. Но вот смотри, я вижу красивую реку, все эти маленькие ресторанчики для туристов. Все выглядит спокойным и абсолютно нормальным. Я не вижу никакого разделения. Конечно, любой маньяк выглядит нормально. Знаешь, Геббельс был приличным семьянином. Сегодня в Боснии малейший неверный шаг может заново разбередить старые раны противоречий между этническими группами. Все, что угодно, может привести к конфликту. Например, какая статуя должна украшать городской парк? Статуя боснийского героя, хорвата, серба? Идеалист Василин попытался угодить всем. Люди, должно быть, подумали, какого черта в нашем городе делает Брюсли? Этот символ не может считаться ни мусульманским, ни хорватским, ни сербским, ничьим. Он близок всем. Если вы спросите ребенка на улице, кто такой был президент Тита, возможно, он не ответит вам. Но все знают, кто такой Брюсли. Тем не менее, проект провалился. Статуя простояла всего 48 часов, прежде чем ее убрали. В этой стране нужно обращать внимание на все. Статуя не могла быть повернута на восток из-за мусульман, или на запад из-за сербов, или на юг из-за хорватов. Поэтому мы повернули ее лицом на север. Чтобы точно никого не обидеть. Чтобы никого не обидеть. Как ты думаешь, вам удастся вернуть ее в парк? Да, конечно. Что ж, по крайней мере, Василин настроен оптимистично. Теперь я направляюсь в Серебряницу. Город, известный самыми трагическими событиями во время войны. И со мной едет Ясмина. Все очень серьезно. Она боснийка, мусульманка, и занимается поиском массовых захоронений. Смотрите, на том берегу находится Сербия. А здесь Босния и Герцеговина. По реке проходит граница с Сербией. Мы сворачиваем с главной дороги и направляемся к долине, где производились массовые захоронения. Во время войны мусульмане, объявившие о своей независимости, подверглись кровавой расправе со стороны сербов. Всего за несколько дней в Серебрянице было убито 8 тысяч мужчин и мальчиков. Это была самая страшная массовая резня со времен Второй мировой. Мы подъезжаем к месту. Здесь как раз находится массовое захоронение. Это случилось в 1995-м. В течение шести дней прямо на глазах у солдат ООН боснийские сербы творили страшные и кровавые бесчинства. Они побросали тела в одну большую яму вдоль дороги. Бойня была так хорошо спланирована, что 15 лет спустя криминалисты из Международной комиссии, в которой работает Ясмина, все еще пытаются опознать тела. Что здесь происходит? Чем именно он занимается? Сначала они были захоронены в одном месте, а затем перемещены в другое. Здесь, например, вы можете видеть фрагменты не целого тела. Они все перемешаны. И мы не знаем, чьи они. Мы даже не знаем, одно это тело или два. Но примерно сколько? Здесь сотни. Сотни? Да. То есть в одной такой могиле лежат останки сотен людей. И к тому же не целиком. Фрагменты тел сотен людей? Да, можно сказать и так. Но я не уверен, мы не сможем сказать точно, пока не завершим анализы ДНК. Знаете, это похоже на фильм ужасов. Только здесь все по-настоящему. Да, это ужас. Это Майк. Он археолог-криминалист, специализирующийся на массовых захоронениях. Он один из многих работающих здесь иностранцев, нанятых международной комиссией по поиску пропавших людей. На них все еще есть одежда. Да, синтетическая одежда обычно хорошо сохраняется, даже если сгнивают швы. Хотя иногда наоборот, остаются одни только швы. Обычно синтетическая ткань не распадается так же быстро, как хлопковая или шерстяная. Тоже можно сказать про носки или ботинки. Но вы находите пули и тому подобное? Да, в нескольких случаях мы находили пули. Вот. Вот здесь. Это пуля? Да, обычно на них виден зеленый налет. Это... В нескольких километрах от захоронения я попадаю в место, которое похоже на реквизиторскую комнату для телешоу о преступлениях. На полках аккуратно уложены первые пять тысяч останков, которые были собраны, и теперь нуждаются в идентификации. Чтобы запутать следствие и сделать опознание практически невозможным, сербы разбросали части каждого тела по разным могилам. Канадка Шерил и ее команда на протяжении трех лет работали над тем, чтобы сложить воедино фрагменты этих страшных головоломок. Наверное, это самое крупное криминалистическое расследование в истории. Да, насколько мне известно, это действительно самое крупное в мире расследование. Этого человека застрелили в одном месте, затем фрагменты его тела были разбросаны по разным могилам по всей территории страны. А вам удалось собрать все тело заново? Да, мы собрали его тело заново. Благодаря анализу ДНК? Да, именно так. Тело было собрано из одного, двух, трех, четырех, пяти, одиннадцати различных образцов ДНК. Что характерно для Сребряница, в могилах обнаруживается много родственников, поэтому для получения наиболее точных результатов мы изучаем семейные группы целиком. В некоторых случаях у нас есть три-четыре брата и их отец. Здесь у нас есть отец, его сын и сын его сына, то есть три поколения одной семьи. И мы все это собираем и идентифицируем. Сколько лет самой младшей жертве? Я полагаю, ему было 12. Самой младшей жертвой было 12? Нам попадается много мальчиков, очень много. В чем суть этого проекта? В восстановлении справедливости? В том, чтобы успокоить семьи погибших? Какой здесь лейтмотив? Я думаю, во всем, что вы сказали. Во-первых, нужно найти тело, чтобы привязать его к преступлению. Если нет тела, нет преступления. А со временем мы сможем найти и самих преступников, и призвать их к правосудию. Это в некотором смысле важно для истории, чтобы люди могли знать, что произошло, чтобы они не могли этого отрицать. Да, чтобы они не могли отрицать этого и придумывать различные версии, потому что мы будем располагать фактами. Вскоре я узнаю одну из причин этого конфликта, который, как мне всегда говорили, возник из-за межэтнических разногласий. Слева от меня профессор Басич из геологического института. Справа один из двух братьев Томич, владельцев этого поля. Кажется, что в этом поле нет ничего особенного, однако они не продадут его ни за какие деньги. Если бы я захотел купить здесь землю... Нет, 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 нет. И пройдя немного дальше, я понимаю, почему. Нефть, смотрите. Удивительно. Она уже сейчас пахнет, как бензин. Намажьте ее на руку. Это очень полезно для кожи. Полезно для кожи? Конечно. А ничего, что мне руку жжет? Не беспокойтесь, все в порядке. Еще до захода солнца это прекратится, вот увидите. Если у вас есть какое-нибудь кожное заболевание, нефть вылечит все. Ваша кожа станет гладкой, как у младенца. Я делаю специальные лосьоны для женщин из этой штуки. Особенно эффективны они для блондинок. Они наносят их на кожу, и после этого выглядят загорелыми. И сколько здесь нефти? В этом месте, по нашим подсчетам, 15 миллионов тонн. Насколько лет вам может этого хватить? 15 миллионов тонн может хватить на 15 лет. Это всего лишь небольшое нефтяное поле. Но если мы станем бурить в близлежащих холмах, возможно, нам удастся найти нефть на глубине 3000 метров. Не уверен насчет этой штуки, не сильно жжет руку. Смотрите, вы можете брать ее отсюда и заливать прямо в бак. То есть ее можно заливать прямо в машину? Да! Заливаете и едете. Слушайте, это удивительно. Это похоже на чистый бензин. Пахнет как бензин, и такое чувство, будто попал на заправочную станцию. Значит, вас зовут шейх? Нет, не как арабский шейх. А как банковский чек. Значит, не шейх, а чек. Сегодня братья Томич по-прежнему живут, как простые крестьяне. Но являются потенциальными миллиардерами. Предположительно, Босния является самым богатым нефтяным регионом между Северным и Каспийскими морями. Здешних запасов хватит на 20 лет разработок. Проблема в том, что власть в Боснии разделена между тремя правительствами. Северским, Хорватским и Боснийским. И довольно трудно заставить их прийти к соглашению по вопросам добычи нефти. Но Босния уже заплатила за эту нефть большую цену. Значит, самые кровавые бои шли в регионах, богатых нефтью. Да, нефть есть и в Сребренице, и в Мастаре. Знаете, во время подписания мирных договоров у сербов и хорватов не было географических карт. У них были геологические карты. Потому что на них сразу видно, где залегает нефть. И последний вопрос. Вы ведь все мусульмане, да? Да. А что? И у вас есть бензин. Почему всегда так получается? Мусульмане, бензин. Мусульмане, бензин. Это нечестно. Теперь я направляюсь в город Весок, а неподалеку от Сараева. Боснийцы готовы поверить во все, что угодно, чтобы забыть о войне. И когда я говорю «все, что угодно», я имею в виду «все, что угодно». Я решил сесть на самолет, чтобы проверить правдивость одной из самых необычных историй. Есть версия, что под нами сейчас может находиться неоткрытая долина пирамид. Да, я повторюсь. Здесь, в Боснии, могут быть пирамиды. Из всех мест на земле. Пирамиды старше египетских? По крайней мере, по словам местного Индиана Джонса, это действительно так. Тем временем городская экономика переживает бурный рост. Доходы огромны, и Индиану здесь почитают практически как царицу Клеопатру. Доброе, как вы? Селамолик. Алейкумселам. Настоящее имя Индианы – Семир Османович. Он боснеец, живет в Техасе и увлекается археологией. Он сам финансирует свои исследования. Расскажите, что из этого является пирамидой, что мы сейчас видим? Прямо перед нами – боснийская пирамида Солнца. Это самое большое каменное сооружение, когда-либо построенное на планете Земля. Сейчас вы видите одну из треугольных сторон, которая обращена на север. Всего у нее четыре треугольные стороны, и это северная. Хотите сказать, что обращенная к нам грань пирамида смотрит точно на север? Да, на север. Она четко выстраивается в одну линию с полярной звездой. Если хотите, мы можем пойти туда и посмотреть. Давайте, пойдем. Не знаю, как вы, а я пока вижу только деревья и никаких египтян. Итак, как доказать, что эта конструкция была возведена человеком? Да. Вы видели ее с воздуха, видели ее из города. Она действительно похожа на пирамиду. У нее правильные геометрические формы. Она правильно ориентирована в пространстве. Но где же окончательное доказательство, что это искусственное сооружение, а не холм? Единственный способ узнать, это удалить землю в нескольких местах пирамиды, с разных сторон. И если мы найдем строительные блоки, значит, наша гипотеза подтвердится. Ведь так? Итак, что мы видим здесь? Это боснийская пирамида Солнца. Мы удалили примерно 70-80 сантиметров почвенного покрова и увидели под ним гладкую каменную поверхность, уходящую вверх под неизменным углом в 30 градусов. Затем мы врезались в камень, чтобы посмотреть, как выглядели строительные блоки. Хотите сказать, что это не геологическое образование? То есть это не просто слои спрессованных каменных пород? Нет. Все это... Все это было сделано человеком. А почему об этом нет никаких письменных свидетельств, древних историков или греческих путешественников? Есть ведь много объектов, которые не дошли до наших дней, но о которых сохранились письменные свидетельства. В Китае находятся 250 пирамид. Еще 15 лет назад о них никто не знал. В Перу есть 300 пирамид. Никто не знал о них еще пару десятилетий назад. Так что многие исторические свидетельства, если они и существовали, просто давно исчезли. Загадки нас ждут и внутри, где я обнаруживаю километры подземных проходов, хотя в этом регионе нет никакой руды. Я чувствую себя словно, как в каком-то фильме. Мне хочется петь, как Индиана Джонс. Это, может быть, вам интересно, просто чтобы вы больше поняли об этих тоннелях. Это один из нетронутых боковых тоннелей. Вы видите его размер, метр на метр. А это размер главного тоннеля. Вот здесь размер его. В этом камне есть что-то странное. Посмотрите на его поверхность. Это похоже на рельеф местности. Это могут быть холмы, или же это просто могут быть пирамиды, мы не знаем. Как вы думаете, это может быть карты? Да, это некая карта, топографическая. Сегодня у нас здесь есть две реки. Вот одна. А вот вторая. И где тогда находится високо? Високо находится здесь, в месте, где две реки пересекаются. А что здесь, это високо? Я вижу. Это просто предположение. Понятно. Должно быть обидно, что некоторые страны мира говорят, что все это не может быть правдой. Я хочу сказать, что это точно так же, когда люди утверждали, что Земля плоская. Они не были способны поверить, что это может быть не так. Всегда, когда у кого-то появляются новые прогрессивные идеи, особенно если это крупные научные гипотезы, как эти, они наталкиваются на сопротивление и препятствие. И чем крупнее идея, тем больше препятствий. В данном случае, в 2005-2006 годах, против меня ополчилось все научное сообщество. Но мы продолжали работать, и находили все больше и больше доказательств. И люди начали понимать, что у нас тут действительно нечто настоящее и крупное, и что это навсегда изменит мировую историю. Моя следующая остановка – Белград, столица Сербии. Плохая погода и еще более плохая репутация. Сербов обвиняли в самых страшных, кровавых бесчинствах в годы войны. Сегодня республика стремится изменить свой... В этом году в Белграде был арестован Радован Караджич. Он был ответственен за события в Сребрянице. Помните массовые захоронения? И вместо того, чтобы улаживать противоречия, это туристическое агентство решило ковать железо, пока оно горячо, и взяло контроль над освещением событий в своей руке. В автобусе туристы из Корватии, Италии и Кипра. Добро пожаловать на поп-арт Радован Тур. Сегодня мы отправляемся на уникальную экскурсию, в ходе которой узнаем, как этому человеку удалось жить в Белграде на протяжении стольких лет и не попадаться в руки властей. Первая часть нашей экскурсии обзорная. Слева вы видите небольшой рынок, где мистер Дабич покупал фрукты и овощи. Вот именно на этом рынке. Как вы слышали, экскурсовод использует имя Дабич, мистер Дабич, потому что под этим именем он скрывался все эти годы. Имени Караджич во время экскурсии мы не услышим. В Сербии это слишком деликатная и болезненная тема, чтобы можно было произносить это имя вслух. По правую руку от нас дом, где жил мистер Дабич. Первая обязательная остановка – кафе, где Радаван Караджич инкогнито завтракал каждое утро. Это, разумеется, ультра-националистическое кафе. Это владелец? Значит, он приходил в ваше кафе каждый день? Да, он регулярно приходил сюда на протяжении года и трех месяцев. Здесь он чувствовал себя в безопасности. Он знал, что здесь его никто не выдаст, сидел здесь и смотрел на свою собственную фотографию. Значит, Дабич сидел здесь и смотрел сам на себя? Да. И вы никогда не видели... Я объяснял ему, кем был Радаван. А он внимательно слушал. Ему это нравилось. Куда мы направляемся? Мы собираемся попробовать блины, которые любил мистер Дабич. Ладно, думаю, эту часть я пропущу. Столица бывшей Югославии – Белград. С войной утратил свой авторитет и славу. Поэтому теперь город пытается частично восстановить свое прошлое обаяние. Чтобы скрыть определенные аспекты прошлого Сербии и стереть следы былых поражений. Единственное, что неудобно в моей работе, это что я постоянно живу на чемоданах. Знаете, мне не нравится останавливаться в отелях всемирных сетей, вроде Шератон или Хаят. Номера в них всегда одинаковые. Когда останавливаешься в местных отелях, можно посмотреть, как все устроено. Иногда это бывает крайне любопытно и неожиданно. Однако в моей спальне есть кое-что, что меня беспокоит. Я собираюсь позвонить на этот счет управляющему. Да, здравствуйте. Вы не могли бы прислать в мой номер управляющего? Спасибо. Добро пожаловать в президент-отель. Новейшую идею по привлечению посетителей. Роскошные номера люкс, посвященные Мао, Шарону, один, конечно, Сталину, еще один Рейгану, и один Ясеру Арафату. Да, заходите. Вы вызывали меня? Здравствуйте. Я был внизу и получил вызов из вашего номера. Что случилось? Да, скажите, откуда здесь это? Гитлер? Ну, во-первых, это отель-президент, поэтому это просто один из лидеров, чей портрет висит здесь, в честь определенной страны. В этом номере повесили его портрет. Не знаю, здесь, наверное, ночью могут кошмары сниться. Знаете, однажды я спал здесь, и мне было очень страшно. Я ложусь сюда, поднимаю глаза, вижу его и говорю, «Привет, Адольф, доброе утро». Это пентхаус, наши самые большие апартаменты. Это был личный номер бывшего президента Югославии, мистера Тита. Я надеюсь, что сейчас он спит. Здесь мы оборудовали кабинет, и отсюда открывается прекрасный вид на долины. Вот, обычно этот номер снимают бизнесмены. Они устраивают здесь деловые встречи, ну и подобные вещи. А это он, великий мистер Тита. Да, я вижу. Как все говорят, он был величайшим лидером. Во времена правления Тита Югославия была мощной державой, поэтому его портрет повесили в самых больших апартаментах. Но все, уже забыли. То есть на этой кровати кошмаров будет сниться меньше. В Сербии некоторые с надеждой смотрят в будущее, в то время как других больше заботит прошлое. Это те, кто хочет забыть его, но также и те, кто хотел бы его вернуть. В Германии некоторые страдают от состояния, называемое остальгией, от слова «ост-восток». То есть ностальгией по эпохе коммунизма. Но здесь это называется югостальгией. И этот голубой поезд представляет собой прекрасный пример этого явления. Раньше он принадлежал Тита, президенту Югославской республики. Тита олицетворяет собой славное прошлое Белграда. Он был героическим основателем Югославии, принесшим единство тем, кто сегодня рвет друг друга на честь. Ему также удавалось противостоять Советскому Союзу, и он прожил достаточно долго, чтобы рассказать об этом. И сегодня я встречаюсь с человеком с ностальгией по той эпохе. Пока еще мы находимся в Сербии, но сейчас мы входим в совершенно новый мир. Хотя на самом деле это более старый мир. Сюда приходят все страдающие от юга ностальгии. Привет! Здравствуйте! Здравствуйте! Как хорошо чувствуете себя? Добро пожаловать в Югославию! Спасибо, я искал ее, но не мог найти. Это очень просто. Если вы нашли больницу, значит, Югославия рядом. Я взял свой паспорт, я слышал, что он необходим. Я же перехожу государственную границу. Этой стране не нужен ваш паспорт. Югославии рады всем. Так было раньше, так это останется и сейчас. Вы можете приходить сюда без всяких проблем. Хорошо. Югославии всем рады. Звучит, будто это настоящий рай. Конечно, так и есть. Югославия была раем, и мы хотим сохранить ее такой. Вы можете выпить пиво и стать югославским гражданином. Вам нужно только написать свое имя и адрес и поставить подпись. Подпись? Тогда я стану гражданином Югославии. Это очень просто. Я выпишу вам паспорт. Диего Бунивель. Диего? Диего? Диего Бунивель, да. Никогда в жизни я не получал паспорт так быстро. До вас в этой книге расписались еще три тысячи жителей. Когда они изменили имя страны, Югославии, никакого референдума не было, так? Они ни о чем вас не спросили. Нет, никакого референдума не было, и мы были против. Я сказал, вы хотите демократии? Пусть это решит народ Югославии. Дайте нам референдум. И потом я решил, если референдума не будет, я образую свое собственное государство. Таким образом, они украли у вас Югославию. Они украли Югославию у югославского народа. Я вручаю вам паспорт и поздравляю с тем, что вы стали гражданином самой маленькой страны на Земле. Большое спасибо. Храните у себя этот югославский паспорт и показывайте его людям, чтобы мир знал, что мы все еще существуем. Здесь у нас маленький музей. Здесь есть кое-что интересное, и вы можете взглянуть на это. Один художник сделал для нас герб Югославии. Вот. Эти шесть языков пламени символизируют шесть наций или шесть республик. А это даты, когда Югославия прекратила существование? Да, это она, 4 февраля 2003 года. Но в тот же день Югославия и продолжила свое существование. Мы ее сохранили, мы официально зарегистрировали Югославию в Сербии. Я покажу вам мини-югославию, мою страну, такой, какой я ее построил. На этой модели вы можете увидеть, как она выглядит. Это знаменитые горы Словении. Это были самые высокие горы в Старой Югославии. Здесь они олицетворяют Словению. Этот бассейн сделан, как побережье Адриатического моря. Здесь находится Босния. Это Сербия. А для Черногории мы отвели автостоянку, потому что они ленивые ребята. А здесь Македония. Через нее вы въезжаете в Югославию. Но, что интересно, в нашей маленькой Югославии у нас нет внутренних границ. Это объединенная Югославия без границ между республиками, в которой все обладают равными правами. В этой мини-югославии нет промышленности и нет нефти. Их единственное богатство – это югостальгия. Здравствуйте. Добро пожаловать. Ну что, заводитель, не мог даже нормально привезти вас сюда. Я же объяснял ему – проехать четыре светофора, и вы на месте. Дамы и господа, сейчас вы войдете в Югославию. Здесь вы пока еще находитесь в Сербии. Следуйте за мной в самую маленькую страну в мире. Ваша страна была надежно сохранена. Когда вы приезжаете в Югославию, между ее жителями больше не происходит никаких конфликтов. Прошу сюда. Как давно вы построили Югославию? Это наш шестой год. Мы сохраняем преемственность с того дня, как она исчезла. Унука и внуку. Так что, на родных сто годы на сигурности будете господи. Да. Вам нужно пять. Пять. Она желает вам, чтобы вы встретили милую югославскую женщину, потому что у нас много красивых девушек. И чтобы она родила вам пятерых детей, чтобы у вас было много детей и внуков. Пять детей и пять внуков? Это ее пожелание. Непростая работа. Подойдите к бассейну. Мы выкопали для него специальную яму. Край бассейна представляет собой берег Адриатики. Вы можете прыгнуть в Адриатическое море и переплыть в Италию. Потом вы можете отправить свой результат в Книгу рекордов Гиннесса, и они будут удивлены тому, как быстро вы пересекли море. В другом конце сада располагается Словения и ее легендарные горы. Я на вершине горы Треглав. Посмотрите на меня. Это потрясающе. Чтобы сделать Югославию больше, взгляните на эти поля. Нам еще предстоит освоить эти обширные просторы. Вы сербы или югославы? Да-да, мы сербы и югославы. Юго-сербы. Сербы-югославы. Сербо-славы. Как сложно. Нет, это не сложно. Вы можете любить и отца, и мать. Здесь то же самое. Давайте снимемся. Давайте, давайте. Вот, хорошо. Скажите, Югославия? Югославия, чиз! Обретшая независимость последней. Это самая молодая страна в мире. Ей нет еще и года. Заклятый враг Сербии, Косово признана лишь 52 странами мира. Здравствуйте. Не снимайте, не снимайте. И вот мы в Косово. Все официально. В Косово под неусыпным надзором НАТО живет меньшинство сербов и большинство косоваров. Отличительная черта этой молодой страны состоит в том, что ни на одной машине здесь нет номерных знаков. Дальше ехать я не могу, потому что это мост, метровица, отделяющий сербскую часть от албанской. И сейчас мне нужно кое-что сделать. Я покажу вам. Это любопытно. Если вы хотите пересечь мост, вам нужно снять номерные знаки, потому что буква БИДЖ означает Белград. И если вы появитесь с белградскими номерами на албанской стороне, вас забросают камнями. То же самое с этой стороны. Если вы появитесь здесь с косоварскими номерами, на вас могут напасть или побить. Поэтому вот что здесь нужно сделать. Снять номерные знаки. Неудивительно, что все здесь ездят вообще без знаков. Ну вот, теперь я не видим. Все. Я стелс. Я направляюсь в место, которое должно быть в каждой молодой стране. Полицейские, футбольные болельщики и сами футболисты. Неудивительные явления для страны, расположенные в центре Европы. Однако Косово – это новая страна, не признанная ни одним из соседствующих государств. Поэтому эти игроки не могут выезжать за границы Косово. Они оказались в своего рода тюрьме, футбольной тюрьме. Во времена, когда Косово входило в состав Сербии и Милошевича, Косоварам не разрешалось играть в футбольных командах и даже ходить на стадионы. Но сегодня новое поколение наслаждается простыми радостями посещения футбольных матчей. Не часто мне достаются места в ложе, поэтому сейчас я действительно наслаждаюсь игрой. Вот мы сидим здесь, но рядом со мной также сидит главный тренер лучшей команды Косово – клуба Приштина. Как вы проводили тренировки до независимости? Как это происходило? Если у нас было поле, мы много тренировались. В деревне, в горах, например. Так что, когда поле было, мы проводили тренировки. Вы не тренировались на стадионах? Нет, стадионы были для нас закрыты. Вы имеете в виду для албанцев? Да. Они были только для сербов? Да, так было во времена правления Милошевича. Причем не только в Косово, но и по всей Югославии. Главный вопрос теперь – когда вы сыграете против Сербии? Когда это случится? Однажды мы сыграем против Сербии, да. Пока что это сложно с политической стороны. С политической – возможно, и да, но не знаю. Я готов сыграть против кого угодно, потому что это спорт, это игра. Потому что футбол универсален? Да, верно. Команда может быть интернациональной. Но на языке футбола все общаются запросто. Все понимают друг друга. И, наконец, последнее, что необходимо каждой стране – это национальный гимн. Об этом позаботились Мэнди и его синтезатор. Браво, браво! Я не пианист. Я всегда мечтал встретиться с человеком, написавшим национальный гимн. Но они все умерли. Да, а вы живы. Это, наверное, большая ответственность сочинять национальный гимн. Да, это так. Мне повезло написать гимн самой молодой страны в мире – Республики Косово. Значит, вы хотели придать музыке спокойное и гордое настроение. Да? В то время, как все другие гимны напоминают о войне? Я постарался избежать чего бы то ни было, связанного с войной. После французской революции национальные гимны стали сочиняться в ритме военных маршей, а я хотел этого избежать. Ну вот, например. Это звучит совсем иначе. Видите? Спасибо, как мило. Отлично. Как вы это говорите? Гзуар. Да, по-французски я забыл. Санте. Хорошая штука. Да, иногда. Как дань традиции? Ну да. Иногда для вдохновения. Видите, сколько там бутылок? Это все вдохновение виновата. Собственного мне не хватает. А почему в гимне нет текста? Когда, например, во время футбольного матча игроки стоят вот так и поют. Почему без слов? По-моему, в этом нет смысла. Это просто политическое решение. Всем известно, что главное в гимне – это стихи. Не думаю, что гимн должен оставаться без текста. Надеюсь, что в будущем текст все-таки появится. Мне потребуется еще немного вдохновения. Еще немного, да, чтобы стало лучше получаться. Итак, мое путешествие по Балканам подошло к концу. Надеюсь, вам понравилось. А я останусь здесь еще ненадолго и попробую овладеть этим инструментом с одной струной. Думаю, это как раз мой уровень. Хотя, может быть, и нет. Вы поете под него? Да, мы поем и играем. А давай-ка еще выпьем. Да, давай. Держите пальцы ближе, они должны располагаться ближе друг к другу. Вот, вот, вот. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Александр Гаврилин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok The Vodkashnikov If you ask the barman for a shot of vodka, beware of the consequences on